В конце концов, кто-то другой, кто-то в порядке. Кто ты? Меня зовут Лиса Гарленд. Что ты? Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Silent Hill в рубрике Old School. И это 10-я часть моего прохождения. Ну что же, вперёд! Ну а теперь самое время продолжить наши поиски и найти что-то, что поможет нам уничтожить лозу. Вот эту на решётке, которую мы нашли. Какая-то решётка в каком-то помещении за шкафом, которое было очень-очень хорошо спрятано. Болерную мы пройти не можем. В морге тоже я ничего не видел, я там всё уже обшарил совершенно. Ну, давайте тогда начнём с первого этажа. Давайте начнём с первого этажа смотреть, что мы сможем найти. В принципе, дверки мы там вроде пооткрывали. Хотя я точно не помню. Пооткрывали мы, не пооткрывали там дверки. А, нет, на первом этаже мы, конечно, не можем сейчас пройти к выходу. Ну, потому что мы, наверное, уйдём. Хотя ничто не мешает разработчикам опять сказать. Вот так вот. Замок заклинило, дверь невозможно открыть. Хе-хе, это же всё-таки Сайлент Хилл. Да, здесь может быть любая нелогичность совпадать при этом с невероятной логичностью. Вот такой вот интересный Сайлент Хилл. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ничего нет. Кстати, здесь вот была разлита жидкость, а в этом уже мире её нету. Кстати, заметили? Давайте сохранимся. Это у нас быстро происходит. И, да, в кабинете у нас, конечно, ничего нет. Ничего мы не пропустили. Поэтому идём дальше. Идём дальше смотреть, что мы могли пропустить. Следующая дверь, по-моему, у нас кухня какая-то, да? Там мы доктора прикончили. Но тут, конечно, ничего нету. Тут я ничего не вижу. Ничего взять Гарри не может. Ну, или не хочет. Это уже кому как. Кому как виднее. Гарри, наверное, не хочет. А я не могу. Ха-ха. Да, кухня у нас пустая. К сожалению. Замок заклинил. Эту дверь невозможно открыть. Идём в следующую. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже... Тоже ничего. Так, а в шкафу? Ничего полезного. Так, и тут тоже у нас пусто. Тогда... Следующая дверь. Смотрим, что здесь. Здесь у нас... Здесь тоже вроде ничего не было. Кроме как нам в стекло кто-то бился. Хотя, может, я что-то пропустил. Я вроде осматривал. Всё-всё-всё в порядке было. Ничего не было. Любят они делать такие комнаты. Заходишь. Выходишь. Потом... Бу-бу-бу-бу-бу. Что-то такое жуткое. Да, ещё мы могли зайти в аптеку, но... Не могли из неё выйти. Мы прикончили эту докторишку. Стандартного нашего. Но... Не могли выйти. В идее здесь что-то должно быть. Ещё он сказал за дверью. Какие-то звуки. Я уже предположил, что это может быть за звуки. Стандартные. Выйти мы, конечно, не можем. Стоп. Можем. Да. Ну тогда нам... Может быть эти... Нет. Замок заклинило. Замок заклинило. Да. Замок заклинило. Как же здесь много заклинивших замков. Пойдёмте наверх тогда. Раз уж мы рядом с лестницей осмотрели весь первый этаж. Пойдёмте на второй. Может быть я что-то не взял. Как раз там, где... Ну, прошёл через Сестринскую. Наш второй этаж. Пойдёмте тогда ещё раз туда заглянем. И поищем что-нибудь интересное. За нашей дверью с загадкой. За дверью с табличками. Так. Ну, начнём с самой первой двери. А хотя мы могли не проходить через Сестринскую. И так всё было открыто. Так. Что здесь? Здесь у нас всё... Всё пусто. В операционной мы взяли ключ. От склада. Кто его тут, конечно, оставил и что он тут делал. Это никому не ясно. Коечка, конечно, лежит. Стандартная. С капельницей, да. Да, здесь действительно ничего нету. И куда? Ну, давайте в следующий. Всё же осматриваем теперь. Что-то мы пропустили. А узнать, что не можем. А-а-а! Ё-моё! Я думал, это бутафорская штука. Это спирт для дезинфекции. Взять его? Ну всё, теперь я понял. Обольём лазу спиртом и подожжём. Да, именно так. Так, ещё раз посмотрю, ничего здесь я не потерял ли. Да, ничего не потерял. Ну, давайте тогда спускаться. Можно сразу к лифту, наверное, тогда газануть. И спуститься в самый-самый низ. На лифте удобно. Сразу можно в подвал попасть. Не через эту... Не через лестницу эту долгую. Неудобно. Ну вот, сейчас мы и узнаем. Сейчас мы и узнаем, что же находится за той лозой, которая оплела решётку. Надеюсь, тут опять не появятся эти докторишки. Ну, у нас есть клёвая кирка, которая всех их порубит. Потому что уроны от неё, конечно, невероятные. Просто невероятные. Так. Вот мы уже близко, близко, близко. Секретная наша дверь за шкафом. Спрятанная дверь. Дверь за шкафом уже заговариваюсь. Сейчас обольём спиртом. И подожжём. Всё это должно сгореть, как миленько. Облил лозы спиртом для дезинфекции. Правильно. И мух отгоняй. А теперь подожжём. Как всё вспыхнуть-то должно. О-о-о. Жарко. А ведь решётка-то тоже будет горячая. Тут Гарри нужно подождать не меньше часа, чтобы это всё успело. Ну ладно, ну полчаса точно. Видимо, он так и сделал. Фу, спускаемся. Что же там? Какой-то секретный секрет. Любят они камеру ставить перед лицом, чтобы я не видел, что впереди. Это такой элемент страха. Элемент ужаса. Так, а это что, дверь? Это дверь. Ам. Подходи ближе. Ну давай, следующий овца. Просто прекрасная кирка, ребята. Просто прекрасная. Всем советую. Никаких патронов, ничего. Стоишь тебе, ждёшь медсестёр, которые идут на свет. Кстати, да, вроде без света они не будут идти. Но значит ли это, что мы можем пройти всю игру без этого? Без убийства. Убийство. Даже не знаю. Так, посмотрим. У меня нет карты этого места, ё-моё. Это ещё, конечно, страшнее. Три медсестры, а? Так, и что у нас здесь? Дверь. Можем ли мы зайти? Можем. Ух ты, ёлки. Ах ты, да отпусти меня, отпусти. Отпусти, отпусти, отпусти. Да отпусти же ты меня. Так, наше здоровье, похоже, уже... Да, поиздержались мы немножечко по здоровью. Отпусти, отпусти, отпусти меня. Отпусти, отпусти, приставучая медсестричка. Фу. На. 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 Фу. Слушайте, да. Цепляются они, конечно, хорошо к нам. Тут палаты, что ли? Это какой-то секретный подвал с палатами, с какими-то. А тут что? Что это? Видно, что кто-то здесь был. Это фотография Олесы. Олеса. Да, это она. Олеса. И ключ. Это ключ от смотрового кабинета. Взять его, да. Еще раз посмотрим на фото. Да, это Олеса. Та самая Олеса Гелеспия, о которой я вам говорил. Дочка Дали Гелеспия, которая вот так вот с нами обращается. Помогает она нам или не помогает, это уже решать, решать вам, дамы и господа. Так, идем дальше. Посмотрим, что у нас. А, ну это закрыто у нас, в общем. Какая-то палата. Какая-то палата. Я уж... Здесь, видимо, была Олеса как раз. Как я уже говорил, это... Та девушка, которая дала нам ключ от дома. О, что это? Что это такое? Что это? Что это такое? Что это? И что это? Я тут бегаю, а там что-то бьют? Хватит уже бить что-то. Кто-то посуду бьет. Кошмар. Так. Которая дала нам ключ от дома Т. Гордона. Дома ее бывшего учителя. Так, а, вот она. Видеокассета, да. Мы нашли видеокассету. Я напомню вам, что в предыдущих частях мы нашли кабинет, где есть видеопроигрыватель. Собственно, видеопроигрыватель для чего? Для этой видеокассеты. Итак, мы пришли оттуда. И остается нам только одна дверь. Здесь инвалидная коляска у нас. Инвалидная коляска является тоже важным символом. Silent Hill. Замок заклинил. Эту дверь нельзя открыть. Даже не знаю, что там находится. Да, я не хочу знать. Уж больно это. Ужасно. Давайте посмотрим. А, у нас нет карты этого места. Давайте выйдем туда, где у нас карта есть. И посмотрим, где находится наш смотровой кабинет. Сейчас на карте взглянем. По-моему, на первом этаже, если я не ошибаюсь. Смотровой кабинет. А, собственно... А, вот мы и сможем теперь выйти более-менее, так сказать, наружу. Через аптеку, которая нам была открыта. Недаром, недаром, в общем, она была нам открыта. Итак, смотровой кабинет. Так, 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 так. Мы где сейчас? Мы сейчас на... Мы в подвале. Да, 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 да. Я уже, честно, потерялся немножечко, где я нахожусь. Но потом вспомнил, вспомнил, что мы вышли со склада. Потому что что-то из таких дебрей мы вылезли. Из подвала, где... Где была леса. Потому что там ее фотография лежит же. Но отсюда ее увели. И смотровой кабинет... Дайте-ка секунду вспомнить. Да, он находится там. Там у нас идет вход в аптеку. И, соответственно, через аптеку мы попадаем в смотровой кабинет. Тут как раз докторишка-то и был. Не просто так он здесь стоял. Не просто так он нас здесь ждал. Теперь, дорогие друзья, время нам двигаться. Хотя, подождите-ка. Подождите-ка. Я чуть-чуть не забыл. Чуть не забыл про одну... Одну очень важную вещь. Одну архиважную вещь. Сейчас, секундочку. Я напомню вам. Что это за архиважная вещь? Мы же нашли видеокассету. Я чуть не забыл ее посмотреть. На третьем этаже в палате 312. Итак. Сейчас мы отправимся как раз именно туда. На третий этаж. Палату 312. Так. Слушайте, чуть не забыл. Представляете? Ушел бы, не посмотрел бы кассету. А где еще в этом городе найдешь рабочее видео? Днем с огнем не сыщешь. А у нас огня-то нету. Только фонарик. Что же на этой кассете будет? Не очень интересно. Очень-очень интересно. Очень-очень-очень-очень-очень интересно. Я думаю, что вам тоже интересно, что на этой кассете. Возможно, это прольет свет на... На ту фотографию в подвале. На те палаты в подвале. И вообще на этот подвал, что там происходило-то. Ё-моё. Непонятно совершенно. Палата 312. Сейчас сверимся с картой. Да, прямо налево и, в общем, до конца. Здесь вроде никого не было у нас. Или мы уже от всех избавились. По-моему, здесь был видик, если я не ошибаюсь. Или следующий после нее. Нет, здесь у нас птичья клетка, кстати. Почему-то закрытая. Такой замок на ней прямо. Солидный, я бы сказал. Чтобы птичка, что ли, не выскочила отсюда. Не выпрыгнула. Какая-то страшная. Ну, уж не знаю. Уж не знаю. Возможно, так нам и не удастся узнать. Здесь у нас сохранение. И посмотрим нашу видеокассету. На нашем чудесном видеомагнитофоне. Продолжение следует... 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 Что же мы увидели? Что мы узнали? Мы узнали, что, похоже, это голос Лизы, и Лиза комментирует состояние Олесы. Состояние Олесы, ну, я догадываюсь, что это она, конечно же, потому что там её фотография, ну и вообще, Лиза комментирует её состояние, и состояние её, в общем-то, очень плохое. Вся кожа что-то, дыхание затруднённое, сочица, в общем, эти слова, они многое, в общем, я скажу, значит, да. Вот такие вот интересные подробности мы, конечно, узнаём. Ну, а теперь можно уже и вернуться нам... Куда? Правильно. Вернуться нам на первый этаж, и продолжить уже... Продолжить наши... Где-то здесь лестница была, сейчас, секундочку. По-моему, здесь, да, если я не ошибаюсь. А вернуться на первый этаж, и уже воспользоваться нашим ключом, который мы нашли в подвале. Нашли в подвале возле койки Олесы. Довольно долгая здесь загрузочка у нас. А где выход? Впереди у нас выход, и посмотрим, посмотрим, что же будет. Наконец-то мы выйдем. Наконец-то выйдем отсюда. Наконец-то мы отсюда выйдем. Давайте отправимся туда, как раз. Использовал ключ от смотрового кабинета. Вперёд, Гарри. Вперёд, Гарри. Вперёд, Гарри. По-моему, раз everyone else who's okay. Вперёд, кто ты? Взаим entitled Lisa Garland. Что ты был? ЛИö. Вперёд, Talk to me. Вперёд. Вперёд. Когда я пришла, все осталось. Это ужасно. Так что ты не знаешь ничего? ГОВОРЯТ. Я просто не понимаю. Это как будто это какой-то плохой меч. Да. Живой ночью. Поехали. Ты видел маленькая девочка здесь? Блокая, черная, 7 лет? 7 лет? Что, она твоя дочь? Да. 7 лет? Я не могу сказать, что я имею в виду. Я была неожиданная все это время. Я извиняюсь. Это все нормально. Вы знаете что-то о том, что-то странное в доме? Нет. Почему? Есть что-то там что-то? Вы не знаете? Вы работаете здесь? Мы не должны идти в доме. Я действительно не знаю. Что ты говоришь там? Ну, это... Черт. Моя головка. Что-то не так? Харри? Харри, дай мне помогу. Харри? Харри, дай мне помогу тебе. Харри? 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 Дай мне помогу тебе. Харри? Харри? Я не знаю, дай мне помогу тебе. Да, Далья Гиллеспи. Дай мне, дай мне все что-то знаешь, что происходит? Что происходит? Слышь. 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 Я знал, что этот день выйдет. Что ты говоришь? Я не понимаю ни слова этого. Слышь. Это свидетельство твоих глаз. С другой церкви в этой городе. Это твоя destination. Это beyond мои способности. Только ты можешь остановиться сейчас. Ты не видел, что креста на земле, по всей всей городе? Так что я видел в школе. Что это значит? Это знак Самаэла. Не дайте его полностью. Эй, ждите! Вот так опять нас оставляет далее Гелеспи в полном незнании, в полной безвестности. Дала нам ключ от магазина. Ключ от антикварной лавки. Я напомню вам, когда мы проходили через лифт на третьем этаже. Ну, когда у нас появилась вдруг кнопка четвертого этажа. И мы прошли через нее и попали в альтернативную алхимилу. Да, сейчас тьма не наступила. Видимо, наступление тьмы мы просто переждали здесь в палате. И Лиза нас спасла. Лиза нас положила на кровать, и мы переждали тьму. И уже встретили Далию. Так вот, когда мы проходили через четвертый этаж в альтернативную алхимилу, мы видели видеоролик, как девочка в синем платье. Я напомню вам, в самом начальном ролике, в вступительном видео, мы ее чуть не сбили. И также она нам дала ключ от дома Кэ Гордона. Это и есть Олеса Келеспи. И мы видели... Я уж не знаю, по какой причине мы видели, видение у нас было или что. Но мы видели, как она заходит именно в антикварный магазин. Я после пересмотрел уже видео, и там видно, что написано буквы Антикуя. То есть, ну, антикварный магазин, соответственно. Посмотрим карту. Мы сейчас в смотровом кабинете. И, да, надо бы нам уже сохраниться. Сходить через кабинет врача. Взглянем еще раз на карту. Да, мы находимся... Нам нужно назад. В дверь, по-моему, если не ошибаюсь, вот эту. Да, вот сюда нам нужно. Кстати говоря... Сейчас мы, конечно, отправимся в антикварный магазин. Но хочу сделать одну ремарочку. Кое-что сказать. Отсюда мы не можем сохраниться. Мы зря сюда зашли. Так как я не взял пластиковую бутылку в самом начале алхимилы... То есть, когда еще алхимила была не альтернативной... Опять не туда я иду. Ему нужно было взять пластиковую бутылку в кухне. И с помощью этой пластиковой бутылки я должен был собрать жидкость. Помните, бутылка, разбитая в кабинете директора. Она сыграет, конечно, очень важную роль. Эта бутылка не просто там была так разбита. Сломанные телефоны и телефонные книги. Ага, здесь есть адрес антикварной лавки. Сделал пометку на карте. Отлично. Удачно я как-то здесь наткнул на эти телефоны. Еще раз сохранимся. Если бы я с помощью той пластиковой бутылки собрал ту жидкость, ну, еще до, до альтернативной алхимилы, то у меня была бы пластиковая бутылка с красной жидкостью. Мы бы, конечно, не знали, для чего она нужна. Но впоследствии, я напомню вам, безусловно, мы бы ее, конечно, использовали. И что бы нам это дало? Это дало бы нам прохождение игры на концовку Good Class. То есть, очень хорошо. То есть, это была бы самая лучшая концовка. Но хочу сказать, что я бы, конечно, мог это все перепройти. Конечно, если вы захотите, чтобы я это сделал, я просто знаю, что уже многие проходили на эту концовку, потому что всем хочется хэппи-эндов и прочее. Но, 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 скажу одно, что разработчики, разработчики сами официально признали, ну, не признали, а сказали, что истинной концовкой, то есть продолжением в третью часть, является концовка Good. Не Good Plus, а просто Good. Вы узнаете почему, конечно, потому что я, безусловно, буду проходить и третью часть, конечно, и вторую часть, конечно. Я очень мне как-то сейчас захотелось проходить Silent Hill именно. Безусловно, эта игра того стоит. Тут сказать даже нечего. Вы увидите, почему концовка Good... Боже мой, это новый монстр. Жуть. Концовка Good является истинной концовкой, которую как раз признали и сказали разработчики, что она является именно той концовкой, той концовкой, которая имеет свое продолжение в третьей части Silent Hill. Поэтому я решил не перепроходить, ну, потому что, да, я мог бы, конечно, перепройти все оттуда, а потом сейчас вот где-нибудь вот в этом моменте, где мы бежим по улице, у меня бы появилась эта бутылка, потому что я перепрошел. Поначалу у меня, конечно, была идея пройти на Good Plus, но после... После я считаю, что лучше пройти по истинной концовке Good. Итак, мы практически дошли до антиквартного магазина. Да, кошмарные звуки нас сопровождают все это время. Здесь ничего нету, мы ничего здесь не видим. Где? Да, вот эта лавка, как я уже и сказал. А леса входила в эту лавку. Как мы видим, лавка называется Green Lion, зеленый лев. Какая-то крыса нарисована, может это лев? Ну, суть в том, что мы видим надпись Antiquia. И это как раз то, что нам нужно. То, о чем я говорил, о том видении, которое мы видели... О том видении, которое мы видели в алхимиле, когда переходили в альтернативную ее часть. Ну что же, посмотрим, что в этой лавке. Использовал ключ. Ну что же, дорогие друзья, вот на таком моменте я хочу закончить десятую часть моего прохождения по игре Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте, друзья. С вами был Гидон. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok